всем привет с вами encrypted и в эфире наш традиционный уже 121 дайджест крипто новостей из которого вы узнаете самые главные новости которые произошли в криптоиндустрии за последние семь дней поехали перед тем как мы начнем традиционно несколько небольших объявлений первое объявление как обычно уже связано с войной но сейчас не в целом про войну а про последствия обстрелов русни наших городов у большинства из нас я думаю у всех выключает свет и не у всех есть какие-то меры подготовки для этого я бы хотел остановиться на парочке вещей которые могли бы быть вам полезны если у вас отключает свет или вас отключает свет не по графику например на всякий случай которые штуки которым могут вам чуть облегчить жизнь например вот такой вот налобный фонарик он помогает если вам нужно если у вас внезапно выключили свет и вам нужно чтобы у вас были свободные руки в общем налобный фонарик на самом деле смарт идея хотя казалось бы ну со стороны такой не кажется сейчас очень удобно очень практично и в целом может помочь еще одна штука это это уже если фонарик не сильно дорогая то вот этот чуть подороже генератор вот это конкретно экофлоу я не рекламирую есть блюетти и много таких других это кстати не самый другой вариант из бюджетных есть варианты побольше экофлоу поможет вам запитать то есть зарядиться как большой пауэрбанк но это не самая такая главная штука можете запитать холодильник можете запитать там телевизор фен или еще какие-то штуки не супер энергоемкие если возьмете там по мощнее генератор то можете запитывать просто если вы живете не в частном доме в квартире то ставить дизельный генератор нельзя вы не можете поставить дизельный генератор у себя на балконе вернее вы можете но вы подвергаете риску и себя и ваших соседей поэтому лучше так не делать а еще есть штука классная которая называется starlink которая позволит вам быть постоянно с интернетом лучше естественно работает частном доме но в целом его можно поставить и на балконе и запитать и у вас будет интернет потому что нам сейчас в 21 веке обязательно нужен интернет без него мы никуда интернет и свет это базовая потребность человека и то что делает трусня со своими обстрелами она лишает нас базовых потребностей причем это даже не говоря о том когда это действительно жизненная необходимость они просто важная для жизни штука в общем есть очень классный видос от ребят из кедра где-то здесь будет ссылочка на него или в описании не знаю там в целом говорится что стоит иметь на вот такие случаи то есть там какую-то аптечку первой необходимости тревожный рюкзак вот такие вот штуки всякие там типа на лобных панарей остальное вы посмотрите может быть найдете каких-то пару хороших советов а теперь несколько анонсов которые помогут в вашем криптовом пути первое то что у нас совместно с ребятами из циклип то проходит битва портфелей вот на данный момент регистрация началась вы можете поучаствовать и поучаствовать в разделении пула на 3000 долларов призовых то есть это за лучшие портфели за лучшее описание и за креативные упоминания в социальных сетях обязательно подписывайтесь обязательно участвуйте это очень хорошая возможность для того чтобы заработать на медвежьем рынке а для кого-то вообще можно сказать бесплатный первый билет в крипту и вообще подписывайтесь на ребят из циклип то они начали вести тик токи и рилсы и у них очень очень классно получается богдан это просто любовь еще один анонс мы ищем людей в команду нам очень нужен дизайнер на картинке на статьи на новости то есть это дизайнер на сайте работы очень много в целом она не супер сложная просто просто нужно а немножко креативного мышления свободного времени и в руки не из одного места в идеале если вы конечно профессиональный дизайнер но если у вас какие-то базовые скиллы по дизайну и вы в целом сможете составлять из шаблонов каких-то вот вот такие вот изображения я все ссылки на вакансии и на битву портфелей и на все 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 оставлю в описании под этим видео вторая вакансия это автор на сайт для различных статей обучающих поясняющих более глубоких криптовых статей в общем если ты умеешь писать если у тебя есть чувство стиля и ты хочешь работать в работать в криптовалюте то заполняй форму выполнять из того заданий и с тобой свяжутся если ты подходишь еще одна вакансия это отдельное направление автор на просто крипту то есть человек который может сложные термины объяснить простыми словами и что не менее важно простые термины простыми же словами и объяснить тоже заполняйте форму там небольшое тестовое задание с вами свяжутся там нужно описать что такое bitcoin халвинг вот очень простыми словами в одном обзате буквально если ваш стиль подходит с вами свяжутся и там будем дальше общаться это очень хорошие возможности как битва портфелей так и наши вакансии для того чтобы начать свой путь в крипте попробуйте себя кто знает может у вас получится и это каким-то образом изменит вашу жизнь в лучшую сторону как вы заметили записываю это видео не дома поэтому качество может качество видео может быть немножко страдать но в целом я думаю это не критично со звуком вроде бы как все хорошо дайджест будет чуть чуть короче чем обычно потому что сейчас со светом беда с интернета грузить достаточно сложно тем не менее мы стараемся не пропускать наши дайджесты чтобы вы держали руку на пульсе и понимали что происходит в крипто индустрии прямо сейчас метавселенная стала вторым по популярности словом года издательство oxford university press назвала метавселенную вторым по популярности словом года первое место получило понятие гоблинский режим что означает ленивый невежливый или неряшливый стиль поведения приз релизе сообщают что частота использования понятия метавселенная выросла в почти четыре раза если бы еще количество пользователей метавселенных выросла в такое же количество раз и виталик бутерин целом присоединяется к этой мысли он говорит думайте про технологии они просто про цены соучредитель эфира виталик бутерин поделился советом для трейдеров которые чувствуют застой на медвежьем рынке он советует уйти от кругов трейдинга инвестиций вместо этого нырнуть в экосистему технологий и приложений узнайте оси кейс наркс посетите встречу в латинской америке послушайте звонки разработчиков и прочитайте заметки пока не запомните все номера и пояснил он еще кстати мы перевели большую статью виталика бутерина о его взглядах на эфир и в целом экосистему посчитайте я думаю вам будет очень интересно для того чтобы как раз прислушаться к его совету telegram предложил анонимные номера на основе блокчейна telegram выпустил обновление 9.2 которое добавило возможность регистрации аккаунта на виртуальный анонимный номер телефона привести его можно начиная от 9 тонн это около 16 долларов на меркетплейсе fragment номера получили код плюс 888 и сделаны в виде nfc более подробно об этом можно почитать на нашем сайте то есть это не совсем настоящие номера это номера которые позволяют вам регистрироваться без физической сим-карты что в целом тоже неплохо ledger запустил новый кошелек совместно с создателем ipod производитель аппаратных кошельков ledger представили новый кошелек ledger stacks который был разработан совместно с создателем apple ipod и бывшим генеральным директором компании nest тони фаделлом кошелек представляет собой устройство размером с кредитную карту и со встроенными магнитами благодаря которым несколько устройств можно соединить друг с другом снаружи это электронный дисплей который может отображать детали транзакций и даже nfc ledger stacks будет продаваться по цене 279 долларов старт продаж запланирован на 2023 год но уже сейчас доступен предзаказ кстати про музыку и нфт и крипту венам внедряет поддержку нфти помните такой доисторический очень старый ламповый плеер венам так вот он еще жив и он идет крипту проигрыватель для windows финам презентовал последнее обновление 591 благодаря которому он может воспроизводить музыкальные файлы записанные формате nfc пока что компания объявила о поддержке блокчейнов эфир и полигон и чтобы прослушать nfc пользователь должен подключить свой metamask проигрывателю в браузере апдейт поддержат brave chrome и firefox майнер биткоина показал самую старую подпись в сети пользователи одного из первых формов биткоина bitcoin толк попытались определить старейших майнеров биткоина к их удивлению анонимный участник one signature продемонстрировал подпись датированную январем 2009 года она была создана спустя неделю после появления биткоина президент сальвадора обвинил bloomberg в пропаганде президент сальвадора на и букеле острот реагировал на статью bloomberg bitcoin революция в сальвадоре на 300 миллионов терпит неудачу эта статья полна лжи что является стандартным для bloomberg но самое удивительное как сми вдруг стали заботиться о сальвадоре коррумпированные политики украли 37 миллиардов из нашей государственной казны и не написали ни одной статьи журналист и крипто бизнесмен нил якобс тоже обратил внимание на новость bloomberg пишет одни и те же статьи с критикой сальвадора и на и букеле четыре раза за последние три недели это показывает как работает пропаганда проверяйте отметки по дате написал он пойти мы и прошлом датчике рассказали про ситуацию с coinbase wallet и apple apple хочет брать комиссию с транзакции nf тишек то есть с газа 30 процентов за каждую транзакцию coinbase wallet с этим естественно не согласны к их протесту присоединился и метамаск и они в целом хотят уйти от экосистемы apple за учредитель метамаск дэн финли прокомментировал ситуацию связанной с блокировкой последнего обновления coinbase wallet webstore у я буду солидарен и предполагаю что метамаск и все остальные кошельки будут следующими я готов покинуть экосистему apple комиссия в 30 процентов это злоупотребление монополии написал он в твиттер что про что постоянно говорит павел дуров на что жалуется павел дуров начнет замечать и другие компании помимо epic game store естественно они начнут бастовать против политики apple рано или поздно политика apple должна будет измениться как вы считаете каким образом это может случиться пишите свое мнение в комментариях еще в одном из прошлых дайджестов мы говорили что метамаск теперь будет хранить данные пользователей так вот они выпустили апдейт в котором говорят что данные пользователей metamask будет храниться 7 дней то есть не все время а всего лишь неделю облачение разработчик консенсус опубликовал пояснение касательно политики конфиденциальности компания планирует хранить ip адреса клиентов и данные кошачка в течение недели новое правило будет официально внесены в ближайшем времени когда выйдет обновление уточняется в заявлении суд в китае переравнял nfc к виртуальной собственности повторник 29 ноября суть фанчжоу в ходе разбирательств постановил что nfc является виртуальной собственностью это вносит определенность в классификацию токенов а также поясняет их юридический статус на это решение обратил внимание пользователь twitter колен ву это огромный шаг вперед для страны которая взяла курс на тотальную цензуру и не только криптовалют но и всего класса цифровых активов эти очень классная новость которая может помочь в случаях отключения света интернет и так далее в отбит и life cell позволит осуществлять криптооперации без доступа к интернету мобильный оператор life cell и криптовалютная биржа white бит разработали и внедрили технологическую интеграцию для объединения блокчейн экосистемы с электронными коммуникационными услугами это позволит пользователям white бит взаимодействовать с платформой даже при полном отсутствии интернет-соединения это решение заключается в возможности управлять своим кабинетом благодаря каналу и ussd абоненты life cell и пользователи white бит смогут проверять курсы торговых пар юзите пти си гривна и в бт проверять общий и торговый баланс и просматривать детализированную информацию по каждому из балансов отправлять средства между балансами покупать или продавать имеющиеся виртуальные активы на торговых балансах принимать депозит криптовалюты на баланс пользователя кстати если у вас еще нет аккаунта на вид бит чё он сказал можете зарегистрироваться по нашей ссылке в описании потрясающая комбо в следующей новости сша проверят сэм бенклана фрида на манипулирование ценами и уст и луна федеральная прокуратура сша проверит был ли причастен сэм манипулированию цен на стеблкоин терра юсд и монету луна есть подозрение что он делал это в интересах своего бизнеса пишет нью-йорк-таймс журналисты добавили что расследование связи ftx и терра юсд и луна только начинается еще нет информации о том нашли ли прокурору торговые правонарушения со стороны фрида а еще хочу напомнить что фрид сказал что он даст показания в суде 13 декабря вот это будет интересно это следующая неделя и в следующем дальше мы уже расскажем что там он надавал за показания несмотря на отключение света и постоянно пропадающий интернет мы по-прежнему делаем очень-очень много контента в телеграме на сайте в инстаграме в ютубе везде делаем очень много контента сейчас я немножечко зачитаю что мы на этой неделе сделали вдруг вы это пропустили мы сделали обзор арбитрума подробный обзор моста албриш кор мы выпустили экономический календарь мы регулярно постим экономический календарь чтобы вы не пропускали важные новости из мира макроэкономики которые непосредственно влияют на крипту мы упустили перевод статьи виталика бутерина что меня волнует в экосистеме эфира очень очень классно для понимания в целом того куда движется экосистема эфира какие проблемы есть у разработчиков и в целом очень интересное чтиво рекомендуем для поднятия вашего технического и вообще профессионального уровня в крипте но помимо этого мы выпустили также и несколько видосов и сделали пару стримов как видите то что мы обещали мы стараемся выполнять несмотря на плохой свет это кстати очень очень хороший повод на нас подписаться и включить все уведомления так на этой неделе у нас вышло видео с веб-саммита первая часть будет еще 2 она будет на следующей неделе так что подписывайтесь включайте все уведомления мы очень хорошо передали атмосферу веб-саммита сделать взяли много интервью я думаю вам очень очень понравится смотрите кстати там достаточно смешной монтаж забавно такой чем мы сделали стрим венчур идет в 3 стрим с хипро фондом с игорем перцей из хипро фонд я думаю вам тоже очень понравится интересно как фонды выбирают стартап и вообще мышление венчурного капитала там кстати тоже есть несколько интересных вакансий посмотрите послушайте тоже может быть полезно вышло интервью с александром моментом seo pinata о реме снайпер ботах и даже немножко улочения интервьюшка получилось очень очень объемная и интересная на целых два часа так что рекомендую а посмотреть еще один стрим это что такое гирбокс протокол обсуждались фаундерами проекта такой достаточно сложный с экономической это экономической точки зрения проект но тем не менее который действительно может наделать много шуму ближайшее время еще раз напоминаем что у нас проходит совместная битва портфелей с цикрипто у нас есть вакансии в инкриптед все ссылки будут в текстовой версии этого дайджеста или в описании под этим видео в общем подписывайтесь включайте все уведомления не пропускайте возможности на рынке всем спасибо всем пока